Добавить коллективный фильм о профессиональных сотрудниках новых, в данном случае мы говорим о редакторском составе, значение которого для практики, не теории, а практики работы в кино, огромное. Но более если речь идет о том, вхождении в кино новых людей, нового поколения. Людей образованных, профессиональных, внимательных, либеральных, терпимых. Это первый человек, с которым на киностудии и в большом профессиональном коллективе должен встречаться новый кинотеатрорист. И это люди высокой культуры, люди глубокого принципиального знания и умения. По крайней мере, эта старая школа, так называемая фильмовская редакторская школа, она состояла в основном в подавляющем большинстве из выдающихся специалистов, людей, понимавших драматургию, умевших работать с драматургами, с режиссерами, умевших решать политические вопросы иногда. А их было немало, но нам известна фамилия выдающегося нашего редактора. И, наверное, кинометра прижата Гугосян, с которой многие из нас начинали первое объединение, второе объединение, объединение телевизионных фильмов. И все, в костях этих объединений состоялось великолепных, блестящих редакторов, которые помогали формировать какое-то и общественное настроение, общественные линии на киностудии. Иногда помогали противодействовать цензуре, абсолютно точно, а еще чаще помогали режиссерам уметь формулировать свои мысли, свои переживания и уметь вообще что-либо формулировать. Потому что редакторы проходили с нами весь путь от замысла, до написания сценариев, до кинопроб. И далее весь период работы над монтажом фильма. И защита полученного результата, она всегда происходила вместе с редактором, который объединение определяло, как, так сказать, проводника нашего дальнейшего мира. Это были наши защитники, и это были наши чечероны такие, потому что в Америке он, в мире все, далеко не всегда все может. И он, конечно, не самый главный в кинопроцессе. Один он ничего не может сделать, только вместе с людьми. Поэтому всем, кто предполагает, что кино – это пространство безаперационного суждения, пространство свободы, необязательности умирных знаний, вопрошиваться. До этого у нас была работа из приходящих кино и в сеансы, и вот у нашего премьер-интонации, и в фильме, конечно, когда мы и в метрополисе, и в классе, приглашали на профессиональные знакомства и в некотором смысле на обучение наших молодых людей, которых мы находили в интернете. Способных людей в интернете многие ссоры. Но это люди, у которых есть проблема профессионализации, потому что практически все, кто из интернета, называемого любительского кино-перехода, профессиональные, у них у всех возникает первейшая проблема. Адаптация – это сказывается на качестве работы. Ну, вот у меня еще был опыт работы в мастерской в Нальчике, в Зеркод-Кавказе, в Ларине-Балкаре. В этом году 12 действительно выпускников учрежденского факультета. Значит, двое моих учениц здесь находятся в зале, и мы посмотрим с вами потом две великолепные, на мой взгляд, работы. Первые работы – это дипломные работы их. И мне кажется, что это очень-очень важный результат, потому что шаг за шагом вы должны чувствовать, что к нам присоединяются новые и новые коллеги людей. И наша задача – сделать для них все, чтобы им было не легче, а чтобы им было… чтобы они привели сподвижники, те, кто могут им профессионально помочь. И мне кажется, что было бы неплохо, если бы мы когда-нибудь смогли организовать подобное движение, как обучение, для еще одной важнейшей профессии кино, может быть, самой главной монтажер кино. В России мы испытываем чрезвычайный полон профессиональных монтажеров. Практически ни одно высшее учебное заведение, которое настоящее монтажеров, не готовит. Это очень большая проблема для современного-своеменного кино. Вот мы сейчас заканчиваем с участием фильма, большой полуметражный фильм «Рософичка» по мотивам Искандера. Это дебютка тоже на речнице. И съемки закончены. И сейчас у нас проблема на едином этажер. Это очень непростая задача. Людей умеющих монтировать, современно работающих, рано в этом направлении. Очень-очень много. Я с радостью приветствую всех, кто будет проходить сегодня эту профессиональную школу. И очень надеюсь, что мы будем развиваться, и что мы сможем помочь ему в нашей студии, которую мы все любим, которая для вас часть нашей жизни, вставать на ноги и совершенствоваться. Развивать свой коллектив. Мне это очень-очень важно. Еще раз. Я за фабрику. Я за большую киностудию, где много людей, много поколений и много умения. Это, мне кажется, очень-очень важно. Спасибо большое, Александр Николаевич. Я хотел бы обратиться к уважаемым журналистам, которые присутствуют в зале, и с просьбой поддержать Александра Николаевича и всех нас на самом деле от вашей работы, от какого-то медийного эффекта того, что мы здесь начинаем, зависит в том числе, будем продолжать проект. Нам в этом году помогает не только Ленфим, но и нам помогает городское правительство. И мы очень надеемся, если дефект этой лаборатории будет, и она о них будет писать, мы тогда в следующем году сможем, например, набрать курс повышения квалификации режиссеров на этаже. Вот такая просьба, незатейливая. А теперь я хотел бы передать слово главному редактору уже в новом сеансе «Главия Августа». Здравствуйте. Прошу прощения, за роман, с этим не знаю. Дело в том, что я в гости попросила начать с мемуарной части, чтобы как-то развалечься. Я пришла на студию Ленфим в 1984 году, сразу после института, и меня взяли в штат в 1987 году. Тогда была такая процедура, долгая. Вот, и редактором фильма «Мой половая должность». И поскольку я была маленькая совсем после института, а в объединении работали зубры, а ее фильм был дико иерархический, так сказать, статусно-иерархический, то на меня, конечно, сгрудили сразу всю работу. Ну, черную. Я должна была писать все, все заключения на все варианты сценариев, все протоколы, советы, заключения фоскино, про пробы, про выбор натуры, про первые монтажи и так далее. Все остальные зубы сидели в таком угловом диване и пили чай, и к ним приходили режиссеры. Первое время я была глубоко упустина, что они просто бездельники. Но через некоторое время я вникла в вопрос и поняла, что у редактора есть следующая ипостась. В зависимости от того, с каким режиссером редактор работает. Например, сидящий здесь рядом мой ближайший друг и в общем родственник, Санкт-Петербург Сахурин, с которым мы вместе вот уже, опять же, 30 лет. А ему редактор, как профессионал, пусть он что угодно не говорит, в общем не нужен. Он никогда не будет его слушать. Но ему нужен человек все равно, который даст ему какую-то обратную связь. Эта обратная связь никак не будет в ней результата, но она ему нужна. И если этот редактор его понимает, и если этот редактор ему близок, как творческий человек, то просто нахождение рядом все время человека, который дает ему хотя бы эмоциональную обратную связь, и просто поддерживает его, она необходима. С другой стороны, дальше не буду называть фамилии, чтобы не обижать людей. Есть режиссеры, которым редактор необходим как воздух. Также ему необходим оператор, сценарист, художник, звукорежиссер и так далее. Это в основном люди, которые делают так называемое, как хотите называть, но зрительское и коммерческое кино. Поскольку это кино делается по совершенно жестким законам, которые чаще всего наши режиссеры, которые учились в институте в Авгике после 60-х годов, просто не в курсе. Их уже не учили. Уже не преподавали Эйзенштейн, Кулешов, Ром. Уже преподавали люди, которым лучше было этого не делать. Поэтому просто элементарных знаний при очень талантливых людей часто не было. И в любом случае, человек, который делает зрительское кино, он абсолютно нуждается в конструкторе рядом, который помогает, выверяется сначала сценарий, затем монтаж и так далее. Это профессионалы, люди, которые оказывают реальную профессиональную помощь. Например, режиссер не может смонтировать материал в полтора часа. Редактор тот самый человек была легендарной вещей Светланы Гономаренко, Саша, ты помнишь? Ее маленькая комната на четвертом этаже всегда была занята режиссером. К ней стояла огромная очередь. Она могла с четырех часов смонтировать полтора часа, и только улучшалась. Она была потрясающим редактором такого типа. Были редакторы, которые пополняли роль шелудочных дипломатов. Это очень важная функция. Между сценаристом и режиссером, у которых очень часто возникают конфликтные ситуации. Между режиссером и студией, у которых тоже очень часто возникают конфликтные ситуации. Тогда еще были чиновники. Смолин, его скинов, сейчас слава богу, не. Но редактор, это был тот самый человек, который должен был пройти через угольное Мужко. Он не имел права поссориться ни с режиссером, ни с начальником. Он должен был найти ту грань, на которой он должен был их помирить. Ко всеобщему удовольствию. И на таком лично это не получалось. Но «Блютфильмовские редакторы», потому что «Блютфильма» была идея семьи. Это была семья. И когда они не сразу нанимали эту семью, не сразу, потому что я еще раз говорю, что здесь была очень генераторическая структура. Но когда человек становился членом семьи, то редактор и коллектив, это была опора и защита для, так сказать, режиссера и для сценариста. И когда я потом поняла, что когда эти зубы перечались с режиссерами, они работали. В сочности, в этом состоянии работа, режиссер приходил поговорить. Он был не виден в себе, или у него были какие-то конфликты, или он хотел обсудить артиста, или он хотел просто прийти и убедиться, что его сценарии ждут. Вот нужно было пить с ним чай и разговаривать. А, ну я и говорю о том, что, конечно, при этом были просмотровые залы, чтение сценариев, разговоры по телефону. Обычные, да, когда человек с телефонной трубкой у уха. Причем режиссер мог звонить хоть в два часа ночи, хоть когда, с ним надо было разговаривать. Так как такие были манеры, когда я пришла в киностудию «Буфил». Такие были манеры. Это, как бы, что касается... Я могу долго-долго про это говорить. Скажу только один анекдот, потому что это правда анекдот, это прекрасно, с моей точки зрения. Когда мой муж, Олег Ковалов, был принят по рекомендации Евгения Бахова на киностудию «Буфил», он, поскольку он, как я сейчас понимаю, человек с высокофункциональным аутизмом, он не сразу понял, что все это значит. Однажды на тот совете, когда все ругали фильм Виталия Медникова «Умнику», а Лев очень размотился и сказал, «Послушайте, вы с ума сошли? Это прекрасная картина». Сказала он под стенограмму девушки, которая все это писала для архома. «Это прекрасная картина. Она о том, как советские народы спит». Медников попал в самую суть, в самый нерв времени. Страна спит, беспроблем ты в сном. Он об этом сделал кино. Медников схватил за нарушенченого и сказал, «Господи, кто привел сюда этого с пухачами?» И Олег был уволен. Потому что, правда, потому что он не понимал этого полиэтесса, что это все. Нужно будет потом сказать Медникову в кафе, собрав еще желательно группу, где-то как бы поддержки, что Медников не волновался. Но не важно. Это я так, почти не знаю. Теперь я хочу сказать очень прагматическую вещь. Это прекрасно, что у нас пройдет эта замечательная лаборатория. Это просто прекрасно. Я отдельно счастлива не только тому, что это происходит в таком прекрасном сотрудничестве с фильмом и с Сашей Сокоровым, но и тем, что это делают Аня Куткова. И я вас не так хорошо понимаю, Аня Ефимова. Потому что я знаю этих людей, они высочайшие профессионалы, и они приведут это просто замечательно. Но я хочу сказать, что я глубоко уверена, что сегодня без редактуры нам далеко вот не шатнуть. И мне кажется, что должны быть не 10-дневные курсы, а это прямо нужно при студии делать серьезное образование, куда входят и история кино, и история драматургии, и теория кино драматургии, и мифология, которая совершенно необходима, человек опыта, будет понимать законы, как бы другие. И нужно учить, как получать образование, и как владеть конкретными инструментами, сократить эпизод, уложиться в метраж, притянуть линии, избавиться от трех финалов. Это классические формулировки, как я это все помню. Середина провисает, и три финала. Ну, так аналоги, что националистов и бывают. Кстати, когда я смонтировала свои кино, я больше всего поняла, что у меня три финала, и не отхожусь ни от трех науки, зашла. Но мне страшно пригодились мои редакторские навыки. Я хочу сказать, что страшно пригодились, потому что я была самая себе редактор, но я делала просто, ну, большой фильм. Так вот, мне кажется, что должны быть двухгодичные курсы. Очень, очень, и я буду объединил редакторов и монтажеров, потому что очень многие компетенции совпадают. Заша, у меня есть монтажеры. Это твоя, твоя фильм. Так вот, и, более того, я должен за большую фабрику. Безусловно. Как я, Александр Михайлович. Я тоже считаю, что большая фабрика имеет огромные преимущества, особенно в нашей стране, у которой есть своя специфика. Нам не все буржуськое подходит, мы это уже помним. Что-то очень подходит, а что-то совсем нет. У нас страна немножко другая. Все-таки, все-таки, когда на одной студии работает гениальный режиссер, талантливый режиссер, не очень талантливый режиссер и бездарный режиссер, то как-то все подтягиваются. Ну как там? И все-таки Ленфимовское кафе это был главный футсовет. А это была студия. Причем в этих футсоветах участвовали не только репутары и режиссеры, но и звукорежиссеры, художники, ассистенты. Это все были, мы до сих пор помним Мишу Дебрайя, этих волшебных гномов Ленфима, которые были вездесущи, без которых ничего было невозможно, и мнение, которое было дико важно, это все такая дышащая среда, которая дико важна. Но есть еще прагматический вопрос. Я считаю, что кинофабрика точно так же, как она, допустим, имеет пар, мы все на это надеемся, имеет пар техники, которые встают в Ларине по другим продюсерским компаниям, имеет свет, имеет реквизиты, имеет костюмы, но точно так же и на студии может сдавать в Ларине в свою редакторскую службу. Потому что она необходима всех. И к тебе придут все радиусоры и скажут, Эй, дай мне этого человека. А сколько ты ему заплатишь? Стоп, вот столько мне и сутри. Все. Спасибо. Спасибо. Сегодня кинофудия действительно стала обладателем и оснащена самым современным оборудованием. Мне очень приятно, что буквально несколько векундов назад здесь проходили курсы от сильнейших компаний, представляющих американских и европейских, и компаний Adolby, и компаний Detalight, и Kinoflo. Операторы знают, представляли операторскую технику. И когда американец выходит, который работал и со спином, и с Кремлером, он мне говорит, вы знаете, в Европе всего три такие студии, которые имеют именно этот комплект Цейсовской темоптики и вот такой комплектации камер просто нигде больше нет. И так далее. Это курсы для операторов как раз по повышению мастерства. Поэтому этот учебный центр мы сделали универсальным для поднятия технического уровня знаний наших специалистов, экспертов, и операторов, светотехников, по всем другим специальностям и начали с констюмерного дела, со многим другим. Но сегодня это важнейшее действительно, я в самом начале сказал это правда, редакторство, ремесло это самая важная основа для успеха любого зрительского успеха, авторского продукта, фестиваля будущего картины, любого успеха. Действительно основа это как раз редакторская работа. это хороший правильный сценарий, который ждет наш зритель. И все для него работаем. И я очень рад тому, что сегодня мы начинаем, я надеюсь, что это действительно начало больших курсов. Сейчас попробуем и надеюсь перейдем в другой еще чуть-чуть больший уровень подготовки, как Люба сказала Александр, пыталась в себя ему помогать. Спасибо. Тем более, что в общем я хочу сказать, что нам действительно что удалось мы когда Саша открывала мастерскую мы как бы несколько это все-таки было сложнее потому что найти людей которые могут летать вначале это все-таки сложнее людей которые могут сюда приходить и мы вместе с Александром Николаевичем составили что очень важно и у нас есть для этого ресурсы у нас есть ресурсы у нас прекрасные студенты кино которые в общем только в нашем городе сохранились и у нас есть общий гуманитарный профиль как и Александр Николаевич хотел чтобы была история живописи история литературы все общие истории все необходимо абсолютно без гуманитарной базы ничего невозможно а мы можем передать слово собственно организаторам редакторской лаборатории и в первую очередь программному директору культбюро Анне Кудковой Анна на самом деле на такое счастье выслушать гимн редактором внезап после того как я сегодня целый день рассказывала что редакторы такие люди которые растворяются в кино никогда никто не видит и не слышит и в общем если кино получилось то редактор ни при чем если кино не вышло то редактор точно не давал но мы получили во-первых мне кажется просто мастер-класс для всех наших присутствующих здесь режиссеров краткий жаркий мастер-класс Александр Николаевич и Луба Аркус потому что это вот абсолютно закладывает такие кирпичи в том о чем мы сегодня говорили целый день и на первой лекции которая у нас была по истории редактуры был целый перечень того что должен уметь и знать редактор и сегодня вы сейчас бегло прошлись по всем этим кругам история архитектура живопись музыка монтаж и так далее вот мы счастливы быть здесь мы бесконечно благодарны Лену Филинну и Фонду Сокуру и Журналу Сеана за то что у нас появилась такая возможность это одна из самых любимых программ Культбюро редакторская которую мы проводим в третий раз и каждый раз мы понимаем что вот эти 8 дней это ничто по сравнению с тем объемом информации которую нам нужно рассказать уже сегодня мы понимали что мы с этим не влезли с этим не влезли про это нужно поговорить целый день про это нужно поговорить два месяца и конечно идея создания подробного курса для редакторов курса в котором будут совмещены не только редакторы и режиссеры ронтажа но и редакторы и все основные творческие профессии с которыми редактор связан во время работы на киностудии это огромная задача и огромная возможность мы в Культбюро делали и продюсерские сценарии и режиссерские программы и везде мы старались внедрить редакторов вовнутрь этого обучающего процесса потому что редактор сам по себе точно так же как и любой кинопрофессионал ничего не стоит стоит только группа только команда и вторая вещь которая мне кажется бесконечно важна это то о чем говорила Люба создание среды потому что кинематограф искусство коллективное это не ситуация одиночки это ситуация обсуждения контакта обмена энергии обмена знаниями обмена наглухами поддержки и конечно это бывает только на большой студии это бывает в большом коллективе это бывает при передаче знаний от старших к младшим от воссоздания и сохранения тех традиций которые работают и от привнесения молодыми той новой информации которую не успели освоить предыдущие поколения поэтому мы страшно рады что мы начали я сегодня говорила практически пять часов поэтому я думаю что я уже наконец замолчу но замолчу я с благодарностью и с радостью что мы здесь находимся спасибо я передаю слово Анне Ефимовой редактору и тьютеру редакторской лаборатории кинотекст Анна уже практически сказала все что можно было сказать потому что начать эту лабораторию единственное что могу добавить что мы же не педагоги по профессии а практикующие редакторы и для нас это конечно каждого раза бесконечное счастье начинать такую лабораторию потому что мы не только учим передаем какой-то опыт но каждый раз и сами очень угощаемся от наших студентов и от того что раз за разом проговариваем какие-то вещи для себя и в общем-то надеюсь что и в этот раз у нас получится какая-то очень интересная и классная история спасибо у нас к сожалению остается совсем много времени для вопросов и ответов но я тем не менее не могу не сказать со своей стороны что программа естественно редакторской лаборатории закрытая которая будет на Ленфильме был конкурс 186 заявок пришло 200 заявок пришло и 12 участников было отобрано 12 участников было отобрано вот но у лаборатории кинотекст есть еще публичная программа вот здесь в пресс-релизах можно про нее прочитать где мы попытались для людей которые не попали в эту редакторскую лабораторию рассказать о феномене регионального кино как раз совместив это с практиками которые были у нас совместно с Александром Николаевичем в классе и метрополисе это два раза были такие киногорода которые мы выстраивали для любителей вот в сущности как начать делать свое кино такая небольшая программа открытая в порядке слов на фонтанке 15 в частности один из гостей лаборатории Борис Хлебников который будет читать закрытый мастер-класс как я понимаю и общаться с редакторами он покажет вот фильм пока ночь не разлучит который они сняли за свои деньги в порядке слов это все подробнее вот здесь написано и теперь давайте несколько вопросов ответов перед тем как мы все перейдем в зал смотреть работы студентов Александра Николаевича пожалуйста вопросы ваши вопросов нет пожалуйста если нет вопросов я не знаю что нам вопросов с 12 если можно сразу несколько вопросов задам ну первое самое драматичное бесплатное для тех кто подал вот эти заявки украшения и второй вопрос к даму Пещерину на Энвину существует наступление на школу собственно насколько я знаю на ассоциации высшего заведения учебного каким-то образом вот эти вот замечательные истории будут связаться с Энвину или там более сложную связь мне пока не удалось было спасибо но их курсы бесплатные поэтому был очень большой конкурс отбор и это тоже огромная заслуга всех организаторов и участников сделать действительно обратить внимание создать здоровый ажиотаж и хороший конкурс отбор провести поэтому я рад потому что действительно все в комплексе сложилось что касается школы как я и говорил в сентябре киностудия получила лицензию как раз за работы со всеми нашими специалистами экспертами и специальностями которые участвуют в кинематографе кинопроизводстве необходимо дело в том что конечно же это нужно в первую очередь для того чтобы подтянуть нашу съемочную группу до того уровня оборудования естественно для умения работы во всех как и съемочная группа так и постпродакшн которые мы тоже скоро будем открывать с двумя долгим атмосперезапись с большим напором монтажных и так далее то есть это для профессионалов понятно это действительно это гордость это сердце вот весь десятый корпус он полностью возвращается в производство как естественно наше тонн-атурье и сохраняет предыдущие и те старые наши тонн-атурье ремонт естественно через модернизацию и речевое которые в других корпусах находятся очень важно конечно же наших сегодняшних специалистов и режиссеров монтажа и звукорежиссеров и инженерные специальности действительно оттянуть до базового вот этого уровня современнейшего оборудования и техники чтобы они могли пользоваться например на пульте кальсом при сведении не двумя-тремя функциями этого пульта а в общем-то несколькими сотнями то есть чем как обычно и славится эта техника конечно же кроме операторского естественно все курсы они будут иметь законченный характер то есть повышение квалификации и выдача сертификатов и дипломов сейчас короткие курсы и киноцентр и фильм будет выдавать естественно закончившими прошедшими это обучение сертификаты и дипломы и для мира кинематографистов это гораздо важнее чем именно иметь сертификат и диплом окончивший на практике проработавшей теорию и практику конечно же на кинофабрике на большой кинофабрике чем просто это какие-то курсы частные где-то организованы поэтому я рад тому что большие мастера и наши преподаватели которые будут вести эти курсы они выбрали для себя эту площадку и примкнули и соединились к нам и школа и фирма как раз я надеюсь и будет славиться теми нашими мастерами которые действительно могут чему-то правильному научить которые может быть не пришли в какой-то гусс или в какую-то отдельную учебный центр которых много чуть ли не каждый университет сегодня учить гематографическую профессию но важнее и ценнее это здесь на кимностудии на кинофабрике как Александр правильно сказал где ты видишь и чувствуешь не только так сказать весь этот процесс вживую как это происходит на кинофабрике когда ты еще соприкасаешься с этой энергетикой ты живешь в этом пространстве общаешься с другими своими коллегами попадает в некую синергию и тут уже и тонкий план все работает и в этой среде как раз можно действительно рассчитывать на высокий коэффициент талантов которые мы сможем получить для всего кинематографа в России для всех так что наверное ответил да? спасибо пожалуйста еще есть вопросы? коллеги вопросов нет? ну что же тогда я хотел передать Александр Николаевич слово для того чтобы предупредить наш переход на следующий этаж ну вот из 12 выпускников курса мы отобрали две работы это работа Зору Дохова и Маликим Исаевым две короткалитражных игровых два короткалитражных игровых фильмов дипломной работы за которые мне не стыдно и я горжусь что есть такой уровень и такое качество профессиональной работы прошу только учесть что молодые люди девушки работали исключительно в сложных условиях социальных политических экономических культурных потому что конечно Северный Тавказ представляет из себя сейчас глубоко депрессивный район сложный противоречивый многие оттуда из молодых людей собираются уехать но это наша с вами родина наша с вами большая страна и я сторонник бороться с этими провинциальными пятнами тем более культуре надо чтобы мы были все вместе все рядом когда все хвори как-то пройдут на нас туда все хвори пройдут на нас и просто прошу вас посмотрите найдите сейчас время посмотреть эти работы правы же то о чем думают молодые люди и то как они говорят весьма весьма достойно это это очень хорошее начало большой профессионального труда но это только два человека из 12 12 очень хорошие планируют на удивление спасибо я хотела бы добавить сейчас конкретно перед просмотром этих фильмов это идея произошла по-моему в 2010 году да Саша летом 2010 года Саша это книжное решение оно было для меня фантастическим потому что это вообще свойственно ему вот такое я сейчас скажу только вы правильно поймите пожалуйста хищное величие за мной слов всегда когда я говорю слово хищное я имею ввиду что вот как бы нацеленность ну как вот это надо было додуматься открыть киношколу в этом регионе ничего более сложного представить себе нельзя ничего более амбициозного по по степени выполнимости задачи это так далеко это вообще говоря очень сложный регион и первое что он как бы какую задачу поставил перед нами перед нами которые попытались помогать это мне нужны педагоги по культуре по изобразительному искусству лучшие которые есть по изобразительному искусству по всеобщей истории по литературе и так далее то есть это что-то ненаслимое и если из этой мастерской выйдут настоящие художники я в этом совершенно не сомневаюсь то это просто огромный прорыв потому что самая главная беда нашей страны одна из главных литератур это столица центричность потому что все происходит в Москве и что-то происходит в Петербурге что-то происходит в Петербурге и соответственно эти два города оттягивают лучше у Сибири у Дальнего Востока у Северного Кавказа у Кубани и так далее и совершенно обескровливают и без того тяжело живущая русскую и не только русскую провинцию это какие-то города такие как Пермь Екатеринбург Иркутск университетский город Новосибирск они более-менее как-то решают эту проблему и я всегда с огромным удовольствием смотрю как это происходит но их очень не много этих городов и там все-таки есть деньги в отличие от того региона куда длинился Александр Николаевич поэтому если вы пишете про кино и если вы пришли на пресс-конференцию то нужно просто понять что это было потому что начинать такую историю с такого места это прямо круто что хочу добавить в контексте общего нашего разговора что мы тот самый режиссерский курс это высшее образование это в рамках университета федерального где объем изучения литературы в общем по объему часов он равен аналогичному курсу на филологическом педе университета Аминградского Апотековского то есть в какой-то определенный момент стало ясно что без того чтобы не поставить литературу выше всего и выше кино и без утверждения что литература является нашим кончиком и она есть царица всего всей культуры и всей цивилизации нашей и всей нашей просвещенности нашей без этого было невозможно индивидуальности анализировать как бы вот эту речь и выразительность каждого из студентов они не повторяют меня мои фильмы они в общем практически не смотрели и задача наша была всего коллектива педагогов мы исключили петербуржцы все приезжали туда надолго работали по всем профессиональным дисциплинам было сохранить индивидуальность каждого из наших наших студентов каждого практически мы следили строго за тем чтобы не было переплетение интересов чтобы не было давления на своеобразие чтобы они снимали на своих национальных языках большая часть работы работ которые были сняты во время обучения и в итоге это фильмы сняты на своих родных языках я сердечно благодарю моих учеников за вот это внимание к своей национальной культуре и вот преданность вот этой вот эстетике и этике человеческой в этом есть высокая высокая этика ну а дальнейшем деба непонятна наверное многие из них уедут потому что к сожалению поддержка на местах слабая для молодежи с хорошим образованием но все же все же начало положено вот мне кажется что начало положено и мы доказали что собравшись вместе мы все можем помочь нашим молодым коллегам мы в состоянии это сделать и в состоянии это делать и подтверждение кстати это не то что происходит сейчас в Олимпиеве спасибо большое посвятую аплодисменты на 30 этаж да